Идеально ровная дорога, аккуратные тротуары, пешеходные переходы. Улица Огибалова от Красноармейской до Коммунистической почти готова. Осталось только доделать дорожное ограждение. В этом году в Самаре приведут в порядок 13 дорог. Причем заменят не только асфальт, бордюры и тротуары. Там, где необходимо, установят новые фонари. Всего на благоустройство улиц, скверов, дворов из областного и городского бюджетов выделили более полутора миллиардов рублей. Улицы Венца, Ульяновская, Шостакович, Астуденческий переулок, проспект юных пионеров практически готовы. А на некоторых капремонт продолжится в следующем году. Улица Антона Вовсеенко от Аврора до 22-го партиезда. Контракт переходящий. Работы будут заканчиваться в 2016 году. В этом году мы делаем только дублер Антона Вовсеенко. Еще 33 дороги ремонтируют так называемыми картами, участками более 100 метров в длину. На счету каждый рубль по многим контрактам удалось существенно сэкономить бюджетные деньги. К тому же дороги и тротуары в порядок приводят и ресурсоснабжающие компании после ремонта сетей. Тротуарная плитка от гостиницы Волга до Ульяновской. Спуска в полном объеме тротуара сделана. Это за счет вне бюджета, за счет организации, которая производит скрытие. И Красная Мейска тоже плитку сделали. В этом году контракты заключили гораздо раньше обычного. И с ремонтом дорог подрядчики справились на неделю-две раньше установленного срока. В этом году впервые достаточно рано расторговались. Это был конец апреля, начало мая. Это позволило нам основные работы провести в первую половину лета. Олег Фурсов поставил задачу ведомствам. Всю проектную документацию по ремонту дорог на следующий год отправить в Министерство транспорта заранее. Тогда подрядчики смогут начать работу сразу, как наступит подходящая погода. Проект ремонта улицы 22-го съезда уже готов. По Ракитовскому шоссе вышел на финишную прямую. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.